С каждым днём практически во всех городах страны появляются всё больше автомобилистов, у которых из машины вырвали фары. В основном их снимают с дорогих намарок. Нередко при этом страдает и кузов. Тогда ущерб может легко превысить 150 тысяч рублей. Но оказывается, есть пару способов обезвредить своё авто и отпугнуть воров. Как это сделать, расскажет Илья Данильцев. Без шума и пыли вор нагло вырывает фары из элитной намарки. Ущерб, как выяснится позже, составил 140 тысяч рублей. И такие кражи происходят повсеместно в Москве, Питере, Казани. На фоне того, что вот этого мерзкого и печального события, есть один позитивный момент, что фары снимали профессионалы. Потому что при снятии абсолютно ничего не было покорёжено. Фары крали на заказ, уверен автомобилист дорогостоящий, с множеством удобных функций. Они недаром привлекли внимание воров. Любители бьют водительское стекло и открывают капот изнутри машины. Для того, чтобы снять фары, нужно открыть капот. А профессионалы работают втроём, заныривают под автомобиль, тянут трус капота. И где-то в течение 10-15 секунд работа сделаны. Следователи завалены заявлениями о краже автофара. Однако пока отлаженного механизма борьбы с таким видом преступлений у правоохранителей нет. Мне звонил оперуполномоченный. Говорил, что он проверяет записи с камеры видеонаблюдения. Потому что площадка подпадает под камеры видеонаблюдения. И пообещал, что фары найдутся. Проще предотвратить, чем найти. Мастер по автомаркировке Андрей рассказывает, на фаре гравируется ВИН-код. И дерзкие воришки навсегда оставляют ваш автомобиль. Эта маркировка является самым эффективным методом защиты от кражи фар. Так как она не только хорошо заметна, но и при этом объемна. Злоумышленник, если ворует фару в темное время суток и может не заметить просто нанесенную маркировку, то когда он начнет фару пытаться вырвать, он приложит к ней руки и почувствует ее на объем. Существует и более инновационный способ. С помощью спрея наносятся микродиски с номером. Увидеть их можно только под микроскопом. Правда, если в первом случае удается предотвратить кражу, то во втором узнать свою деталь уже после. Единственное, если пропажи найдут. Мы берем любую деталь, протеряем. Здесь цепные свойства очень хорошие, адгезия. Далее, то, что в открытых местах, которые известны, это светится в ультрафиолетовом свете. Уникальный номер вместе с фотографией детали заносится в госреестр. Начиная с 2018 года его прикрепят к электронному ПТС. На авторазвале уже не докажут, что не скупали краденое. Кстати, именно на разборке стекаются ворованные детали. Продавец БУ запчастей признается, регулярно предлагают купить такие фары. На Каену он притащил, в черных пакетах каких-то. И говорю, иди отсюда. Там молодой пацан, лет 16-15. А вы думаете, украл? Да я откуда знаю. Он говорит, а это друга осталось, он меня попросил продать. Продавец отвечает, непонятно что, покупать не буду. Но по опыту скажу, у коллег торговля краденым поставлена на поток. Но мир не хочет быть прежним. Производители машин пересматривают свои технологии, а мастера придумывают все новые способы защиты. Но это хоть и недалекое, но все-таки будущее. Пока же, как предотвращение кражи, так и спасение своих автомобилей остается делом рук их владельцев. Илья Данильцев, Евгений Шейченко и Алла Рубцова. Экстренный вызов. За что вас зачитали сотрудники полиции? За кражу. А как вы совершили? Автомобильный краж. Ну что вы делали? Подробнее расскажите. Снимали фары. Поехали. 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 Пол ошибки. Поехали. Снимали фары. Поехали. Перехали карт. Комп estilo донв aids. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...